У меня был такой один трюк в скейт-парке, который я делал четыре дня, и я до сих пор его не доделал. Было сделано больше тысячи попыток, причем каждый раз я был очень близок. Просто нужно собраться, наверное, попробовать еще тысячу попыток, и может быть получится. Не считаю, что мы скейтбордисты хулиганы, мы просто любим свое дело, мы катаемся на любом препятствии, которое видим в городе. Сочи, он достаточно рельефный, и здесь очень большое количество ступенек, парапетов. Ну, конечно, эмоции никак не удержать, они выходят изнутри. Но я не вижу смысла кидать доску, ломать ее. Доска-то тут ни при чем, все зависит от тебя самого, как ты это делаешь. Я лично в рампе не очень люблю кататься. Мне кайф поскользить по перилам, это чуть другая романтика. Конечно, есть такие ребята, которые умеют кататься и в боуле, и в стриту. Как в первый день я вот взял доску. Точно так же я утром просыпаюсь, я беру доску и я иду катаюсь. У некоторых бывает такое, что перегорает со временем. Они достигают какой-то планки, вот то, что через пять лет. Тебе нужно уже будет учить намного более сложные трюки. Уже достаточно нужно потратить времени, сил. Вот если ты переступаешь эту планку, идешь дальше, 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 все, ты полетел вверх. Когда я начинал кататься, в городе вообще ничего не было. Ни скейтпарков, ничего. Мы катались на улице просто в центре города, видели парапеты, ступеньки. Как-то прыгали, пытались что-то сделать. На сегодняшний день это все легко доступно. Можно посмотреть любой трюк, ты вбиваешь, допустим, как сделать кик-клип. Вот там тебе куча вариантов, как сделать кик-клип. Но пока ты сам не поймешь, тебе могут дать наводку только, как это сделать. А так все зависит от тебя самого. В скейтпарк ты приходишь, ты катаешься, ты оттачиваешь все до идеала. Все, ты знаешь, что это ты можешь сделать 10 из 10. Выходишь на улицу, видишь спот, он, в принципе, точно такой же. Но возникают какие-то сложности. Покрытие плохое. Арахис, как мы его называем, скейтвардисты. Плюс ветер, люди. Перила другого размера. Ты привыкаешь в скейтпарке все время к одному размеру. И ты накатываешь, а улица, она непредсказуема. Ты начинаешь, допустим, прыгать с двух ступенек. Прыгаешь, прыгаешь, что-то не получилось, упал, встал. Потом со временем это все увеличивается до 10, до 15. Я раскатываюсь, делаю определенную свою базу. Стараюсь больше уже комбинировать трюки, вот так скажу. Ну, вот, допустим, я сделал этот трюк на этой перилиз, другой на другой перилиз. Потом сделаю то же самое наоборот, и оно будет намного сложнее. Были такие ребята, на которых травма очень сильно повлияла, и они перестали заниматься скейтбордингом. Я знаю лично таких. У меня тоже была серьезная травма. Я пять лет назад сломал ногу в двух местах. Но ничего, полгода прошло, я восстановился, я стал еще сильнее. Вот, опять же, я этот трюк сделал в скейтпарке. Мне ребята говорят, пойдем снимем его на улицу. Мы пошли на улицу, и я с этого же трюка, с такого же количества ступенек, как и в скейтпарке, я размотался, я сломал ногу в двух местах. Любой может зарабатывать скейтбордингом. Просто главное иметь желание, какую-то цель и идти к ней. Как-то задумывался, я даже не знаю, чем бы я занимался, если бы не катался. Скейтбординг мне дает энергию, которую мне необходимо питать. Хотел бы, чтобы мои дети занимались скейтбордингом, потому что он максимально разнообразен. В нем нет границ. Это очень техничный вид спорта. Это годами нарабатывает. Я катаюсь на сегодняшний день уже 20 лет, и я до сих пор учусь. Если у тебя бурлит вот это в крови, и ты готов попробовать, попробуй. Если ты не попробуешь, ты не поймешь, сможешь ты это сделать или нет. А если ты попробовала, но пошло, и ты начинаешь это долбить, и у тебя получается все. Идешь, иди до конца. Не сдавайся. Вот он ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok